Ваше Высокопресвященство, уважаемые участники образовательных чтений, мы в пятый год становимся участниками рождественских чтений и можем говорить о своеобразном юбилее и традиции, обозначать перед общественностью актуальные задачи по формированию у детей истинных, основанных на лучших православных традициях, духовных и нравственных ценностей. Как педагог и как руководитель регионального образования я нередко философствую, размышляю над вопросом о значимости инноваций в сегодняшнем российском образовании, нужна ли они или нет. И хотела бы поделиться с Вами своей педагогической концепцией, если так можно сказать. Рассматривая образование как две важные составляющие обучения и воспитания, я убеждена, что в 21 веке, в веке информационных технологий, в обучение без инноваций обойтись нельзя. Вот почему появляются новые инновационные образовательные методики, технологии, средства обучения. Если же говорить о воспитании, то оно безусловно основано на традициях, идеях, образах, нравственных ценностях. И поэтому в воспитании с инновациями нужно быть очень осторожными. И для педагога, как и для врача, главным принципом во все времена остается принцип «не навреди». Если мы вдруг не тем способом научим решать какую-то математическую задачу ученика, наверное, это поправимо. А вот если мы, допустим, ошибку в воспитании, вряд ли нам это удастся исправить. К сожалению, сегодня и в нашем регионе, и в России многие дети живут не в полных семьях. И для них та микрогруппа, в которой они оказываются каждый день, школа, детский сад, учреждения дополнительного образования, становятся той воспитательной средой, где формируется их личность. Вот почему сегодня от школы и не только от семьи очень во многом зависят результаты воспитания наших детей. Ежегодно наш форум проводится вскоре после обращения президента Российской Федерации к Федеральному собранию. И каждый раз мы находим ключевые слова лидера государства для движения вперед. Среди важнейших вопросов дня Владимир Владимирович Путин обозначил в текущий период стоящую перед мировым сообществом проблему угрозы терроризма. Он отметил, что в борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. И важно, что эти решительные действия поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определенной позиции наших граждан проявление истинных патриотических чувств и высоких нравственных качеств. Убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать. Снова, как и год назад, мы объединились благодаря глубокому пониманию смысла и значимости общенациональных интересов. Обозначенные президентом России высокие нравственные качества россиян, патриотические чувства формируются благодаря совместным усилиям семьи, школы, всех социальных институтов, русской православной церкви. Мы с уверенностью можем сегодня сказать, что наше сотрудничество расширяется и развивается по самым различным направлениям деятельности. В 2015 году многие культурные мероприятия в регионе были посвящены году литературы. Ивановские школьники приняли участие во всероссийских и международных литературных конкурсах, среди которых Всероссийский детский творческий конкурс «Свисты и заступники Руси». Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Это уже традиция. Проведена общероссийская олимпиада школьников по основам православной культуры. Всероссийский конкурс сочинений, в котором приняли участие 7,5 тысяч школьников из числа учащихся 4-11 классов. С 2014 года совместная работа по воспитанию молодежи проводится в регионе в рамках межведомственной программы патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи Ивановской области к военной службе. Безусловно, в прошедшем учебном году центральное место заняли мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы. В регионе проведены молодежно-патриотические акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», форум учащейся молодежи «Уроки Великой Победы», добровольческие акции «Свет в окне» и «Весенняя неделя добра», показания помощи ветеранам войны и труда и благоустройства воинских захоронений. Реальная помощь оказана пожилым людям, ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, детям войны. В акции приняли участие более 12 тысяч школьников. Мы благодарим всех педагогов и социальных партнеров за активную работу, которая нашла отклик в сердцах людей и, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны. В 2015 году мы продолжили в системе образования реализацию регионального проекта «Путешествие по губернии». На прошлых рождественских чтениях мы рассказывали об участии школьников Ивановской области в проекте, целью которого является знакомство ребят с достопримечательностями нашего края, природными, историко-культурными объектами. Это экскурсии по образовательным маршрутам, которые разработаны в соответствии с учебными программами и с учетом возрастных особенностей учащихся. За истекший 2015 год проведена презентация новой книги журналиста и телерадиокомпании Марины Калининой «Провинциальная история», написанной по видеосюжетам об истории муниципальных образований Ивановской области. Разработано пособие на английском языке в помощь организаторам и участникам экскурсии проекта «Путешествие по губернии». На сайте Департамента образования продолжается мониторинг активности участия муниципалитета в проекте. С октября 2013 года по ноябрь 2015 года в образовательных экскурсиях приняли участие более 52 тысяч школьников Ивановской области. Наши школьники посещают храмы Ивановской области. Среди них храмы поселка Палев, города Кинишман, Шуя, Лувского муниципального района, Шуйского района. Важно, что храмы посещают школьники из разных муниципалитетов области. Интересна география и тематика экскурсий по православным местам нашего края. Так, в текущем году Троицко-Успенский храмовый комплекс города Кинишман и в прошлом году посетили ребята из Кинишемского, Юревецкого, Лежневского районов, из Иваново и Ивичуги. Крестово-Свежинский храм в поселке Палев посетили школьники Шуйского, Кинишемского, Кучерского, Пестяковского, Комсомольского районов, ребята из Кохмы, Шуи и Иваново. А Лувский и Свято-Никола-Тихонов монастырь в селе Тимирязево посетили школьники Вичугского, Кинишемского, Пестяковского, Шуйского районов и ребята из Кинишем и Ивичуги. Примечательно, что для школьников из Пучерского района, отдаленной территории Ивановской области, где имеются проблемы с транспортным обеспечением для организации экскурсий, педагоги разработали виртуальную заочную экскурсию по монастырям Шуйского района. Впервые в рамках проекта «Путешествие по губернии» в декабре 2014 года и до апреля 2015 года проводилась региональная олимпиада для школьников «Моя губерния» вчера, сегодня, завтра. По результатам школьных и муниципальных этапов 61 учащийся стал участником полуфинала олимпиады. В финальном этапе, организованном в форме интерактивной игры, приняли участие 9 краеведов, юных знатоков истории нашего края. Победителями признаны три участника из Южа, Иванова и Гаврилова Посада. Все они награждены дипломами победителей и денежными сертификатами. А победитель игры, школьник из города Юревца, получил путевку в Международный детский центр «Артек». Пользуясь случаем, позвольте поблагодарить всех педагогов, специалистов, принявших участие в подготовке школьников к участию в олимпиаде и всех, кто поддерживает проект «Путешествие по губерниям». С любви к малой родине тоже начинается воспитание наших детей и того сложного чувства патриотизма, которое мы формируем в наших детях. Ваше Высокопресвященство, мы благодарим и Ивановскую митрополию, и всех священнослужителей Иваново-Вознесенской епархии за содействие в организации экскурсий для школьников по православным храмам и монастырям. Рабочие группы, в состав которой входили ивановские краеведы, ученые, историки, музейные работники, были включены вопросы по православной культуре в олимпиадные задания. А именно, определить в монастыре, где расположены культовые объекты, и расположить их по хронологии. В прошлом году мы обращались с просьбой оказать содействие в подборке вопросов. В текущем году мы предлагаем в рамках Олимпиады выявить знатока, лучшего знатока, русской православной истории нашего края, и возможно отметить его специальным дипломом. Сегодня на этом форуме мы хотели бы объявить старт второй региональной Олимпиады «Моя губерния» вчера, сегодня, завтра, и пожелать педагогам успехов в работе, по подготовке, проведению этого масштабного мероприятия. Другим не менее важным направлением совместной работы Департамента образования Иваново-Вознесенской митрополии является организация мероприятий по реализации в урочной и внеурочной деятельности курсов духовно-нравственной и культурологической направленности. Напомню, что с 2011 года в четвертых классах школы региона введен модульный учебный курс «Основа религиозной культуры и светской этики». Он является обязательным предметом отдельной предметной области учебного плана с тем же названием. В текущем году данный курс изучают около 9 тысяч школьников из 427 четвертых классов. Наибольшее количество ивановских школьников и их родителей, как и ранее, выбрали для изучения модуль «Основы православной культуры». Это около 60% четвероклассников. Ивановская область имеет один из самых высоких показателей выбора модуля «Основы православной культуры в России». Показатель по стране чуть более 30%. 100% школьников выбрали модуль «Основы православной культуры» в Верхнеландиковском, Заволжском, Кенишемском, Юревецком муниципальных районах. 98% школьников выбрали данный модуль в Южском районе, Высокий процент – в Комсомольском районе. В городе Иваново из 3735 четвероклассников «Основы православной культуры» изучают 50% школьников. Для справки отмечу, что модуль «Основы светской этики» выбрали в 2015 году 29,3% учащихся. «Основы мировых религиозных культур» – 11,3%, невысок остается процент выбора модуля «Основы исламской культуры». Хочу выразить благодарность Департаменту образования Ивановской области, отделам религиозного образования и катехизации Ивановской митрополии за активное участие в организации работы по изучению модуля «Основы православной культуры». С участием представителей Русской православной церкви в Ивановской области подготовлены кадры для преподавания модуля «Основы православной культуры» – 364 педагога обучения. Кроме того, в пятом классе в предметной области «Основы духовной и православной культуры народов России» изучается курс с таким же названием «Направленный на владение духовными ценностями и культурой населения Ивановской области». В текущем году данный курс изучает более 9 тысяч школьников. По результатам мониторинга в 90% школ он включен в учебные планы. 8,5% школ изучают этот модуль в рамках других предметов – литературы, всеобщей истории, изобразительной, искусства, музыки, а также в качестве элективных курсов. В 2015 году мы начали прорабатывать вопрос о включении православного компонента в содержание примерной образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с федеральным законом об образовании основная образовательная программа состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной программы является инвариантной, неизменной и утверждается федеральными органами управления образованием. Другая часть, формируемая участниками образовательных отношений, имеет вариативный характер и отражает интересы и образовательные запросы всех участников образовательных отношений. Православный компонент может быть включен в вариативную часть образовательной программы, которая разрабатывается и утверждается самим образовательным учреждением. Мы направили текст православного компонента образовательной программы дошкольного образования, муниципальные органы управления образованием и рекомендовали организовать работу по включению православного компонента дошкольного образования в вариативную часть программы в дошкольных учреждениях, выбор за дошкольным учреждением и родителями. В 2015-2016 учебном году в регионе продолжено изучение на факультативной основе курса «Нравственная основа семейной жизни», введенного в образовательные программы по инициативе Иваново-Вознесенской епархии и уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области. Данный курс был введен сначала в 31-й пилотной школе Ивановской области. В прошлом году он включен в учебный план 45 школ. В текущем учебном году курс изучает более полутора тысяч школьников 10-11 классов во всех 27 муниципалитетах области. Курс преподают учителя русского языка и литературы, заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи, учителя истории и общества знания, педагоги других специальностей. Активно подключились к преподаванию курса классные руководители, которые тесно взаимодействуют с семьями старшеклассников. В текущем учебном году велась активная работа над совершенствованием электронного учебно-методического комплекса по курсу «Нравственная основа семейной жизни» для педагогов. Напомним, что это совместный проект Иваново-Вознесенской епархии и Департамента образования. В электронное пособие включены методические рекомендации по преподаванию курса, примерное тематическое планирование, контрольные задания для обучающихся, ролевые игры, фрагменты анимационных фильмов, иллюстративно-худорственные материалы. И Роман Ахмакарий Маркиш, педагоги, неоднократно представляли данный проект в соседних областях Владимирской, Калужской, Рязанской и получили высокую оценку этого проекта. Мы планируем доложить об этой работе подробнее сегодня на конференции педагогов. Кроме того, практика показала, что интерес к курсу в регионе растет. В текущем учебном году к изучению курса «Нравственных основ семейной жизни» подключились 12 из 24 профессиональных образовательных организаций, и сегодня его на факультативной основе изучают более тысячи студентов в колледже Ивановской области. А вас, Владыка, я сегодня хотела бы поблагодарить за то, что я, как педагог и руководитель образования, ну, в общем-то, побывала на нравственном, как раз на уроке «Нравственная основа семейной жизни», который, в общем-то, для всех нас сегодня как мастер-класс провел Владыка. Спасибо. Уважаемые участники чтений, в течение всего времени мы строим свои отношения с Русской Православной Церковью как единомышленные, на основе активного и, главное, результативного диалога. Во взаимодействии мы проводим фестивали детского творчества, рождественский подарок, светлый праздник, конкурс для педагогов за нравственный подвиг учителя. На протяжении 10 лет в этом общероссийском конкурсе приняли участие более 40 педагогов, которые реализуют в школах проекты и программы в области духовно-нравственного воспитания, преподают курс «Основы православной культуры». При поддержке Метрополии становится возможным участие делегации Ивановской области в ежегодных образовательных чтениях. В этом году мы будем принимать также участие в таких чтениях. На заключительном кулинарном заседании десяток образовательных чтений победителю регионального этапа конкурса директору Сосновской школы имени Бредова Родниковского района Серову Ольге Николаевне был вручен диплом победителя в номинации за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения. На конкурсе была представлена программа «Воспитание души». В течение четырех лет в Ивановской области проводится фестиваль хоровых коллективов. Пользуясь случаем, хотела бы пригласить все православные школы Ивановской области к участию в этом мероприятии. Не секрет, что для новых поколений россиян церковная музыка остается малоизвестной, а светская духовная музыка почти перестала звучать. Как мне кажется, сейчас в нашем обществе вместе с интересом к истории православия возрождается и интерес к духовной музыке. Участие хоровых коллективов православных школ могло бы подарить слушателям истинные островки подлинной гармонии, духовную музыку и выступления православных школ. Могли бы стать украшением областного хорового фестиваля детских коллективов. В послании к Федеральному собранию 4 декабря 2015 года президент России Владимир Владимирович Путин процитировал сказанные 100 лет назад слова Дмитрия Ивановича Менделеева. «Разрозненно нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа. В естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия». Действительно, это слова, адресованные всем нам. Сегодня, как никогда, мы понимаем масштаб задач, которые стоят перед педагогами в современном меняющемся мире. Но мы можем и должны ради общего блага и блага России действовать творчески и результативно, а главное – всем миром. И, конечно, с любовью к Великой России и к Малой Ордине. Уважаемые коллеги, позвольте подарить вам авторские стихи учащейся Петровской средней школы Гаврилова-Пасадского района Сынковой Анны, которая в год литературы в Российской Федерации стала победителем Всероссийского интернет-конкурса «Интеллектуальное богатство России» и была удостоена в этом году права читать свои стихи в Государственной Думе Российской Федерации. Стихи Анны посвящены родному поселку Петровский и называются «Поселок мой, ты песня». Любовь к моим родным краям звучит во мне, как песня, Как гимн лугам, сонет полям, концерт реки и леса. Поет в моей душе свирель, и жить мне проще, Там, где тетет неспешно нерль, и сказки шепчет рощи. Стоят березки над рекой, и хороводы водят. Поселок мой, мой край родной, весь соткан из мелодий. Капель весны и чая крик, ручьё в журчание, В осенние лужи солнце блик, и даже у простых домов своё звучание. Наверное, на свете есть места поинтересней, Но я хочу остаться здесь, стать ноткой, звонкой в песне. Вот такие талантливые дети живут и учатся в нашей области С любовью к России и к малой родине. И те, кто учатся и живут рядом, я уверена, становятся чище и добрее. И, безусловно, это результат нашей общей педагогической работы. Уважаемые участники рождественских чтений, Позвольте ещё раз поблагодарить всех за большую работу, А вас, Высокопресвященство, и всех священнослужителей За сотрудничество и совместную работу. И по случаю юбилейных рождественских чтений, Позвольте, Ваше Высокопресвященство, Вручить вам благодарность Департамента образования И пожелать долгие лета и благой помощи. Благодарю за внимание и желаю сегодняшнего подробного работы.